Можно переложиться, и если ты засиделся, можно все-таки оказаться в числе первых. Не очень у Томаса из этого поворота получилось работать. Вы видели, что он оказался на колесе у Кэмэндиша, а не наоборот. Приглашает по ЦАТО, давайте выходите. Но кому он апеллирует, я не пойму, человек ли не к Хушамду даже. По-моему, показывал там, я только не заметил, где там Гатту находится. Да, не вижу Гатту вообще, и близко нигде. Вон на Вардаускас раздал, сейчас хорошо Хуш здесь, вон Беннати. Так, затерли немножко сейчас. Затерли Кэво сейчас с правой стороны, и, в принципе, да, Рейншоу повезли, сейчас и здорово. Вот здесь важно, кто сумеет построиться. Модулу, который... Но слишком рано выскочили. Ну да, 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 его поставили практически открытым. И Левоном в глубине. Ну и что дальше? Вывести-то, а теперь Модулу придется самому там искать себе позицию на ветру. Вряд ли кто так просто пустит. И толкотня, вы видите, какая. Ах, тут практически не дошло до падения. Чуть-чуть, слава богу, удержался сейчас один из гонщиков Гармен. Андроне Феррари вывозит своего. Роберто Феррари. Неплохой финишер, кстати говоря, тоже второго эшелона. Ну и вот собрал пацаны там своих товарищей по команде, которые очень долго болтались в хвосте, только за полтора километра до финиша. Опять очень активная работа локтями и плечами. Слава богу, опять же, без завала. Но скорость сейчас просто очень высока, потому что еще и ветер помогает. И скорее бы уже этот тягунок, который бы слегка приостановил такое быстрое движение. Километр остается. Вот километр 100 сейчас будет отметка последний километр перед финишем. Где радужная майка по краю? Третьим колесом примерно Кевендиш его сейчас видно. Герен Томас тоже его везет по-прежнему. Ну, нашел он колесо Томаса вот как раз в нужный момент. И сейчас, вот несмотря на эту толкотню, в принципе, позиция выгодная у Кева. Поехали рассматривать. Неплохая Убинати, только ему нужно найти хорошее колесо. Грин Эйдж большими силами также. Вывозя Госса, пошла эта горка. Феррар, где Феррар? Рычет его. Феррар сидит за Новордаускасом. И сейчас он достаточно неплохо открыт, потому что вы видите два. Один, точнее, товарищ по команде, один гонщик из Грин Эйдж. Тут, конечно, подрывы картинки, очень не вовремя. Опасный поворот и завал! Завал по левому краю группы большой. И опять Марчинский несчастный. Кристоф тоже зацепляется. Ломает передачу Новордаускас, продолжая развозить Феррара. По краю в то же время Хушав. Хушав первым колесом из-под Хушава пошли по обе стороны. И неужели чемпион среди андеров сумеет выиграть? Чемпион мира француз из Францес-де-Жонетон третий. Все-таки Кевен Диш. Кевен Диш. Да, выигрывает. Чуть не упал, кстати говоря. Зря отпускал руль, потому что там все-таки, как на перекосяк у него, велосипед пересекал финишную черту. Ой-ой-ой. Очень мощно. Ну, здесь нужно посмотреть. Вот его похлопал по плечу бывшего подопечного своего. Ой-ой-ой. А здесь приложились. Кристоф пострадал. Вот при выходе из этого поворота. И вы видели, что произошло. Там сейчас, я думаю, повтор мы посмотрим. 163-й номер. Тео Босс. Вот Кристоф. Ну, не будем, опять же, все проклятия на несчастную голову Тео Босса. Тут он был совершенно ни при чем, потому что, вы видите, очень действительно опасное бутылочное горлышко после поворота. И Мерсман во второй раз сегодня лег. С ума сойти вообще. Ну, а, в общем-то, чуда не произошло. Произошло то, что и предсказывали все. Марк Кевен Диш становится победителем первого этапа. Второго, точнее, второго, да. Потому что первым этапом номинально считался пролог. Разбил, вы видите, голову. Вот тоже кровь из разбитой брови течет у нашего спринтера. Волевой, могучий викинг. Но будет садиться, не будет сейчас на велосипед. Да, я думаю, доедет. Да, должен добраться. Будет время для того, чтобы попытаться до завтра восстановиться. Но нужно посмотреть, как действовал Джоан Томас на самом деле. Потому что такое впечатление, что, ну, вроде бы, Кев как-то с запозданием оказался там, где должен быть. И были моменты, когда его блокировали. Вот давайте посмотрим, что здесь. Чей, достаточно. Фух, как вывернуло. Босс такой щи, что у него заблокировал тормоз. Он просто сшиб Кристофа. Просто снес у велосипеда. Я не буду говорить, что он сейчас снес Кристофа. Тем более, что это сделал специально. А у него был заклинен задний тормоз. Его же занесло наизнанку. Из-за того, что он пережал задний тормоз. Тео Босс. Ну, вот посмотрите. В принципе, вообще работать с задним тормозом в такой ситуации, это дело безумное. Скажем так. Хуш хорош. Первый раз за этот год, на моей памяти, он настолько неплохо начал. Ну, и дальше, видите, Госс против Кавендиша, но бывший ведомый, бывшего ведущего, все-таки здесь сделал достаточно уверенно. Ну, а по поводу Кэва, надо отметить, что эту победу, конечно же, он увидели, как фактически сам себе сделал на последних 100 метрах, потому что Томаса там еще и затолкали немножко. И, в принципе, дырка открылась. Вовремя увидел ее Марк Кавендиш. Нырнул влево. Ну, так не сказать, что был уж очень опасный. Он делал какой-то маневр, но сделал он его абсолютно вовремя. Оказался открытым, соответственно, поехал уже спринтовать на этих последних 150 метров. Очень жаль, что случилось так на последнем повороте. Будем надеяться, что никаких там вскрытых травм потом не обнаружится у Кристофа. Кристофу не повезло. Он просто оказался не в том месте, не в то время, потому что он бы не упал. Просто такое впечатление, что Тео Босса просто выкинуло из седла велосипеда. Ну, еще раз повторно посмотрим. Он отчасти кого-то зацепил, да, но, опять же, он пережал задний тормоз совершенно очевидно. И ушел в занос. Субтитры сделал DimaTorzok